Так, коллеги, здравствуйте. Меня зовут Андрей Вилков. Соответственно, я рад всех приветствовать на третьем видео по курсу системы мониторинга Zabbix. И сегодня мы с вами поговорим про мониторинг рабочих станций под управлением Windows с помощью Zabbix-агента. Соответственно, сегодня мы с вами познакомимся с такой терминологией, как узел мониторинга, посмотрим, что такое шаблоны и как, собственно говоря, осуществляется мониторинг в системе Zabbix. Итак, первое, с чего мы с вами начнем, это рассмотрим мониторинг сетевой доступности различных ресурсов, которые находятся в интернете. Мы просто произведем тестовый мониторинг общедоступного сервиса в интернете. А именно мы с вами будем производить мониторинг DNS сервера Google. Соответственно, первое, что необходимо сделать, это произвести добавление данного узла сети в наш сервер мониторинга. Соответственно, вот вкладка настройка. И здесь нам необходимо добавить узел сети. Прежде чем добавить узел сети, необходимо создать группу данных узлов. Потому что в Zabbix мониторинг работает таким образом, что мы сначала создаем группу, и в эту группу мы добавляем узлы. Если у нас не будет создана группы, то, соответственно, ничего работать не будет. При создании узла мы это увидим. Поэтому первое, что необходимо сделать, это создать группу узлов. Соответственно, переходим в настройки. Группа узлов сети. Так, здесь вот справа есть кнопка создать группу узлов сети. Нажимаем. Так как мы будем производить мониторинг серверов в интернете, то так и назовем. Объект интернет. Объект интернет. Добавляем. Так, все. Группу мы создали. Теперь непосредственно переходим к созданию узлов сети. Так, вот узлы сети. И давайте создадим узел сети. Для проведения тестового мониторинга мы с вами создадим два узла. Это будет существующий узел сети, 4 восьмерки, и какой-нибудь несуществующий. Давайте создадим сначала существующий DNS сервер Google. Так, как вы видите, рядом с названием группы стоит звездочка. То есть, если мы не выберем никакую группу, то добавить мы этот узел с вами не сможем. Поэтому нажимаем выбрать и выбираем созданную группу. Так, группа у нас вот, обжект интернет. Так, выбираем и прописываем адрес DNS сервера Google. Обращаю ваше внимание, что для такого базового мониторинга у нас будет использоваться агент. Вот. Ну, по сути, полный агентный мониторинг здесь реализован не будет. Здесь, по сути, будет использоваться только IP-адрес. И все. Так. Все. И добавляем. Так. И давайте добавим еще один узел с несуществующим адресом. false.dns.google Так. Определим в точно такую же группу. И укажем какой-нибудь несуществующий адрес. Пусть будет 3.8.1 Прежде чем добавлять этот адрес, давайте убедимся, что пинг до этого узла не проходит. Так. Пинг 8.8.8.1 Если что, пинг в данный момент происходит с сервера Zabix. Угу. Так. Пинг, как вы видите, не проходит. Ну, а Узл 4.8. Пинг успешно проходит. Давайте добавим этот узел. Все. Узел у нас с вами успешно добавлен. Следующим шагом к реализации мониторинга это непосредственно добавление шаблонов. Что такое шаблон? Шаблон в себя включает несколько элементов для произведения мониторинга различных узлов. Первое. Это элементы данных. Ну, это непосредственно некий набор команд, с помощью которых будут отправляться запросы на различные узлы. следующее. Это триггеры. Триггер это некий счетчик, который реагирует на различные ошибки. Ну, допустим, если у нас пинг запрос до узла не прошел, то триггер нам об этом сообщит. Вот. И график. Ну, соответственно, график это графическое представление тех или иных отправленных запросов. Так, соответственно, для того, чтобы перейти к созданию шаблона, тоже необходимо создать группу, потому что шаблоны в системе мониторинга должны обязательно тоже быть сгруппированы. Поэтому прежде чем создавать новый шаблон, давайте перейдем в группу узлов сети и создадим группу. Обращаю ваше внимание, что группа шаблонов создается точно так же, где и группа узлов. Давайте назовем ее users user templates. шаблоны пользователя. Так, группу создали. Дальше переходим во вкладку шаблоны и создаем новый шаблон. Так, имя шаблона. Давайте назовем ICMP. Может, мы будем проверку осуществлять с помощью протокола ICMP. Добавим наш шаблон в группу user templates и давайте ее создадим. Это шаблон. Так, шаблон успешно создал. Теперь нам необходимо перейти в редактирование данного шаблона, чтобы добавить необходимые элементы данных, триггеры и графики. соответственно, выбираем наш шаблон. Так, и первое, что мы с вами добавим, это элементы данных. Так, создать элемент данных. Так, вот, теперь мы непосредственно перешли к конфигурации элементов данных. Здесь мы зададим параметры того, как именно будет осуществляться проверка. Так, так, назовем данный элемент данных доступность узла тип. тип, как я уже сказал, у нас с вами будет использоваться не Zabbix агент, а простая проверка. Так, отлично. Потому что, как такового Zabbix агента на DNS сервере Google нет. может быть и есть, но у нас к нему доступа нет. Вот. Поэтому нам Zabbix агент пока не нужен. Следующее. Необходимо выбрать ключ. Ключ это непосредственно тот запрос, который будет отправляться на сервер Google. Соответственно, мы будем использовать такую команду, как icmp.ping. и вот здесь можно почитать описание. Проверка, доступен ли сервер по icmp. ping. 0, соответственно, ping прошел неуспешен. 1, значит, то, что ping прошел успешен. После выполнения данного скрипта будет возвращаться одно из двух значений. Либо 0, либо 1. Вот. Коллеги, прошу, пожалуйста, это запомнить. Так. Добавляем. И теперь нам нужно его немножечко отредактировать. Соответственно, icmp-запрос включает в себя несколько заголовков. Точнее, несколько блоков заголовки. Таргет, количество пакетов, интервал, размер и временной интервал. Соответственно, мы все эти блоки редактировать не будем. мы оставим только один. Укажем только, сколько пакетов мы будем отправлять нашим узлам. Их будет у нас с вами четыре. А все остальное мы благополучно сотрем. и вот к такому виду должна быть приведена данная запись. Так, имя пользователя, пароль у нас не используется. Тип информации числовой положительная потому что у нас вот эта команда может выполнять точнее только возвращать два значения либо 0 либо 1 интервал обновления 1 минута. Давайте чуть поменьше поставим. Давайте поставим 30 секунд. так. Собственно говоря здесь все больше мы ничего менять не будем. Да, коллеги, обращаю ваше внимание для выполнения данной команды на вашем сервере на котором развернут Zabbix должна быть установлена утилита fping. вот ну соответственно прежде чем это сделать необходимо убедиться имеется ли данная утилита на сервере. Давайте проверим. Вот сервер. Давайте выполним команду apt policy f in fpink установлен. Отлично. Так и следующее нам необходимо указать путь до нашей команды. Вообще он по умолчанию указан но лишний раз проверить тоже было бы неплохо. Соответственно сама программа fping находится по следующему пути user pin fpink. Вот по такому пути она находится. Соответственно такой путь должен быть прописан в системе мониторинга. Давайте перейдем и посмотрим. так конфигурация сервера Zabbix находится по следующему пути etc zabbix zabbix server .conf Давайте откроем с помощью текстового редактора nano и посмотрим. Так давайте выполним комбинацию клавиш ctrl f чтобы осуществить поиск по ключевым словам. Ключевое слово у нас будет fping. Так вот пожалуйста fping location user bin fping соответственно здесь указан правильный путь. Вот все у нас хорошо. Перезапускать сервер Zabbix я не буду так как никаких изменений я не вносил я только проверил. Соответственно мы с вами убедились то что все работает и давайте продолжать дальше производить мониторинг доступности сетевых узлов по SMP значит добавляем элемент данных состояние активно все хорошо так дальше дальше давайте перейдем к созданию триггера так создать триггер и вот здесь соответственно у нас будет срабатывать некий счетчик в том случае если узел будет недоступен так соответственно давайте дадим название узел недоступен напишем небольшой скрипт хост он как он выглядит важность чрезвычайная и надо добавить выражение так соответственно элемент данных вот он доступность узла соответственно что здесь произойдет триггер сработает в том случае если результат который нам придет последний результат который нам придет будет равен нулю а если вы помните в элементе данных было прописано что он возвращает ноль то что данная команда в элементе данных возвращает ноль в том случае если пинг не прошел Добавляем. Состояние активно. Теперь последнее, что мы с вами сделаем в шаблоне, это создадим график. Давайте добавим самый простой график. Создать график. Назовем его доступность узла. Вид графика нормальный. Минимальное значение оси Y фиксированное – 0. Максимальное значение фиксированное будет 2. Элемент данных. Доступность узла. Выбираем. Добавляем. Так, все, отлично. Шаблон мы с вами полностью подготовили. Теперь необходимо применить данный шаблон к узлам сети. Переходим во вкладку узловой сети. И дальше нам необходимо на эти два узла применить некий шаблон. Соответственно, это можно сделать двумя способами. Либо заходить на каждый и к каждому отдельно применять шаблон. Либо, если у нас есть с вами два одинаковых узла, ну, два идентичных узла, то к ним можно одновременно применить шаблон. Соответственно, их нужно выбрать. Здесь вот галочки поставить. И снизу нажать на массовое обновление. Нажимаем. Шаблоны. Присоединить шаблоны. Так. Выбрать. И выбираем шаблон. Он у нас находится в группе Users Template. И называется ICMP. Выбираем. Обновить. И теперь, коллеги, нужно какое-то время подождать, чтобы информация о доступности в узлах отобразилась. Соответственно, весь мониторинг будет осуществляться в панели мониторинг. Точнее, в меню мониторинг. И здесь есть вкладочка панель. Главная страница Zabbix. И вот здесь будут отображены все проблемы. Так. Давайте перейдем в последние данные. Так. Вот. Соответственно, в последних данных отображается все то, что нам прислали элементы данных по вот этим двум узлам. Соответственно, Google DNS прислал последнее значение 1. Можно график открыть, посмотреть. Давайте поставим последние 5 минут. Вот, пожалуйста. Вот здесь вот на графике отображено, что у нас могло бы быть. Как мы указывали ранее, если пинг прошел, то на графике будет отображена отображена единичка. Если пинг не прошел, то зеленая черта будет проходить рядом с нулем по оси Y. Вот. Я сейчас зашел на второй узел. Последние 5 минут. Вот, пожалуйста. Когда у нас с вами пинг не проходит, вот она, зеленая полоска. Так, давайте вернемся обратно в панель и посмотрим. Вот, пожалуйста. Триггер сработал. Состояние проблемы. Узел недоступен. Вот, в общем и целом, вот так происходит мониторинг узлов с помощью протокола ICMP. Так, коллеги, вопросы какие-нибудь есть по прошедшему материалу данной лекции? Может быть, что-то непонятно? Ну, хорошо. Если вопросов нет, тогда идем дальше. Во второй части лекции мы с вами поговорим про мониторинг рабочих станций на базе операционной системы Windows. И уже непосредственно будем использовать Zabbix-агент. Для того, чтобы осуществить агентный мониторинг, первое, что необходимо сделать, это перейти на сайт zabbix.com вкладку downloads и выбрать вкладку для развертывания агента. Вот. Здесь выбрать операционную систему. разрядность операционной системы 64 или 32 бита версию Zabbix шифрование и так называемый тип упаковки. Вот. Zabbix-агент поставляется в двух так называемых версиях. Это zip-архив и это исполняемый файл в формате MSI. Вот. Соответственно, на той машине, на которой будет производиться мониторинг, я уже скачал Zabbix-агент в формате MSI. И теперь мы с вами можем переходить непосредственно к установке. Ну, в чем, собственно говоря, заключается разница. Если вы используете архив MSI, то после установки ваш Zabbix-агент уже будет готов к работе. А если вы используете архив, то вам необходимо самому редактировать конфигурацию. Вот. Потому что все необходимые и базовые вещи мы с вами пропишем во время установки. так, принимаем лицензию. Так. Хостнейм, кстати говоря, должен обязательно соответствовать имени компьютеру. Zabbix-сервер 192.168.1.5. Порт по умолчанию 10.050. 10.050. Прокси у нас не используется и все остальное нам не нужно. И, коллеги, видите, здесь такое предупреждение, что Firewall должен допускать вот этот вот порт. По умолчанию, естественно, брендмауэр Windows этот порт не пропускает 10.050. Соответственно, нужно либо выключить брендмауэр, либо в входящих и исходящих правилах добавить порт 10.050 и 10.051 у протокола SNMP. 10.050 используется как основной, 10.051 как резервный. Устанавливаем. Так, все. Zabbix-агент успешно установлен. Что необходимо дальше сделать? Дальше нам необходимо перейти в средства администрирования Windows, выбрать вкладку службы, здесь найти Zabbix-агент, свойства, убедиться, что он включен и при запуске будет автоматически запускаться. Все отлично, все работает. Так, ну, теперь в общем и целом необходимые действия на клиенте мы выполнили, теперь можем переходить непосредственно к конфигурации мониторинга. Как я уже сказал в начале занятия, для мониторинга Windows никаких шаблонов мы использовать не будем. мы с вами будем использовать те шаблоны, которые поставляются вместе с сервером Zabbix. Вот. Прежде чем добавить новый узел, давайте создадим группу Windows PC. Добавим ее. Так, дальше добавим узел сети. Имя узла. У меня компьютер называется HVPC. Вот. Имя компьютера HVPC. Я в обязательном порядке должен его указать вот здесь. Вот. Если будет данный параметр не соответствовать, то мониторинг производиться не будет. Далее добавим наш узел в группу Windows PC. Укажем IP адрес узла. меняет адрес 192.168.1.4 Порт оставлю по умолчанию. И тип агентный мониторинг. Добавляем. Теперь необходимо применить к данному узлу шаблон. Обратно переходим в режим редактирования узла. Просто нажимаем на него шаблоны. И давайте присоединим шаблон. Так. Выберем группу. Так. Соответственно в Zabbix по умолчанию имеется вот такое количество групп. Все кроме последней. Последнюю мы с вами создали сами. нас интересует Operation System. Systems. Так. И здесь мы выберем шаблон template с Windows by Zabbix легенд. Выбираем. Так. Нажимаем обновить. Стояние у нас с вами активно. Продолжение следует... Давайте еще раз проверим, все ли правильно. Адрес 1.4. 1.4. Все хорошо. Так, ну, соответственно, все верно. Сделали мы с вами все верно. Просто требовалось дополнительное время для того, чтобы Zabbix сервер связался с Zabbix агентом. Вот, и как вы видите, доступность реализована посредством Zabbix агента. И теперь мы с вами можем посмотреть некую информацию по данному узлу. Давайте перейдем в раздел мониторинг. И посмотрим последние данные. Что же нам отправил агент? Давайте выберем узлы сети HVPC. Вменяем. И давайте посмотрим, какие данные получает наш сервер от персонального компьютера. По тому шаблону, который был предложен Zabbix. Так, ну, давайте посмотрим. Вот, CPU Utilization. Соответственно, CPU Utilization это нагрузка процессора. И ее можно посмотреть в виде графика. Давайте посмотрим последние пять минут. Как у нас с вами растет загруженность процессора. От 7, где-то до 1%. Так, посмотрим. Что у нас показывает диспетчер задач? 30, 50, 17. Давайте откроем какие-нибудь вкладки, чтобы у нас график немножечко вырос. И подождем какое-то время, чтобы Zabbix агент успел все это передать. Потому что это происходит не в режиме в реального времени, а все-таки какая-то небольшая задержка имеется. Открою несколько вкладок. Ну вот, загрузили до 100% в нашу операционную систему. И давайте посмотрим, как будет график изменяться. Сейчас я перезагружу страничку. Вот видите, уже дошло до 30. И вот через какой-то момент времени, вот, кстати, можно посмотреть, в какой промежуток времени все это произошло, каждые, получается, 10 секунд получаются новые обновления. Появляются новые обновления. Ну и так далее. Точно так же можно посмотреть память, а именно оперативную память. Вот, допустим, memory utilization. Давайте посмотрим. Последние 5 минут. И как нагрузка оперативной памяти менялась в течение этого промежутка времени. Конечно же, все элементы данных в рамках данного занятия мы с вами рассматривать не будем. В данном курсе вы с ними можете ознакомиться на официальном сайте Zabbix. У них есть отличный раздел по документации по каждому продукту на русском языке. И здесь вы можете про это почитать. Наверняка вы это здесь сможете найти. так, коллеги, на сегодня у меня все. Субтитры сделал Timo Продолжение следует...